Привет, Страж! Меня зовут Джонни Лейни, и сегодня мы обсудим одно небольшое, но долгожданное нововведение патча 1.2.3, который будет загружен уже в этот вторник, 17 июля, а именно Bounty. Извиняюсь, опять дед забыл принять таблетки и заговорил терминами из первой части. В русской версии игры Destiny 2 они называются контрактами. История довольно стандартная для большинства современных игр, в основном, конечно, в жанре RPG, хотя и в современных шутерах, в той же Call of Duty в последней, есть нечто похожее. У различных NPC игрок может получать небольшие задания, за выполнение которых предполагается награда разной ценности, например, пойди и убей 100 одержимых, получи бонус к репутации. Контракты были устойчивой механикой в первой Destiny, как я сказал, за них давался большой бонус к репутации, горнила, например, за них получали интересные легендарные пушки, а также у игрока был шанс получать экзотическое баунти, которое было уже больше похоже на полноценный квест, нежели на одно поручение. Но в Destiny 2 почему-то на релизе контрактов не оказалось, вместо них у игроков были дневные рубежи для каждого вида активности, посмотреть их можно было вызвав призрака. По-моему, система довольно удобная и максимально ненапряжная для игрока, однако награда за эти задания – пара коинов и мешок дыма. Ну а это не очень мотивирует, так что вот в банджи и подумали, что дабы разнообразить игровой процесс, надо возвращать. Контракты в первой Destiny предполагали выполнение ряда заданий, с помощью которых игроки могли повысить репутацию фракции или заработать очки опыта, чтобы улучшить свое снаряжение. Мы не стали включать их в Destiny 2, чтобы упростить систему заданий и уменьшить количество повседневной рутины. Оглядываясь назад, мы понимаем, что погорячились и хотели бы вернуть в игру дополнительные ежедневные задания. Написали разработчики в анонсирующей статье. В общем, уже стандартная схема. Убрали для упрощения, игрокам это упрощение не понравилось, и вот решили вернуть. Конечно, рассказали и о том, какие изменения коснулись контрактов в Destiny 2. Так, например, заявили, что получать контракты можно будет у разных торговцев, предположительно, они появятся у каждого участника Совета Авангарда, Лордов Гарнила, Шакса и Саладина, и, вероятно, также будут некие контракты, приуроченные к разным ивентам. Выполняя эти самые поручения, игроки будут повышать репутацию у фракции и зарабатывать очки опыта и дополнительные награды. А после релиза отвергнутых, некоторые контракты будут выпадать в игре, как это опять же было в дополнении The Taken King на Дредноуте, например. Теперь о нововведениях в механике. На выполнение задания контракта будет выделяться ограниченное время. Да, если баунти не будет выполнено, оно просрочится и получить за него хоть какую-то награду не выйдет. Получить у вендоров контракты теперь предстоит заблеск. Это сделано для того, чтобы избежать ситуации с баунти из первой игры, когда все тупо забивали себе весь инвентарь разными контрактами, а потом на авось выполнится, бежали в бой. Сколько именно слотов будет доступно для контрактов, пока не уточнили. Ну и отдельно, стоит обратить внимание на информацию о том, что в отвергнутых увеличится как количество самих контрактов, так и количество торговцев, которые их предлагают. А по выполнению вы сможете получить легендарные или более ценные награды. Более ценные награды, чем легендарные? О да, значит нас также ждут новые экзотические баунти. Хотелось бы надеяться, что это так, по крайней мере, ведь чем больше способов получить экзотическое снаряжение в игре, тем лучше, тем интересней. Вот такие дела. Обо всех остальных изменениях патча 1.2.3 вы можете почитать в нашей группе ВКонтакте, а также я уже рассказывал о них вот в этом видео. Тоже обязательно зацените. Ну а на сегодня все. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и не забывайте подписываться. До связи.